Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы обсудим традиционно, как прошла предыдущая неделя, что нам ждать на этой неделе, какие сезоны, какие компании отчитываются на этой неделе, ну и в целом, конечно же, разберем рынок. Ну а прежде чем мы начнем, напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Итак, прошлой неделе завершилась публикация данных по рынку труда. Данные были опубликованы хуже, чем ожидалось, но, в свою очередь, мы увидели рост фондового рынка, потому что эти данные рынка были восприняты позитивно. И сейчас разберем, опять же, почему. Ну, во-первых, ожидалось, что новых рабочих мест будет создано более 900 тысяч, а по факту было 266 тысяч. То есть здесь мы видим то, что рынок труда восстанавливается, ну, по крайней мере, в прошлом месяце не так, как хотелось бы рынку, да, не то, как ожидали. Безработица составила 6,1% вместо того показателя в 5,8%, которое ожидалось. Но почему рынок отрос, да? Мы с вами видели движение по индексу Dow Jones, да, новый локальный максимум, новый исторический максимум. И, фактически, это связано с тем, что ключевой фокус как раз ФРС сейчас это борьба с безработицей. Если, если безработица будет восстанавливаться меньшими темпами, это значит, что период низких ставок и стимулирующих мер, он будет продолжаться. Соответственно, компании могут продолжать кредитоваться под низкий процент, ну и, соответственно, дальше уже развиваться. Вот в этом отношении как раз и мы видели данное расхождение, то, что рынок, данные по рынку труда вышли хуже, чем ожидалось, но, тем не менее, новый исторический максимум по Dow Jones был зафиксирован. В целом, мы видим продолжение роста фондового рынка, да, не только Dow Jones, но и S&P 500, и NASDAQ также продолжает, но NASDAQ несколько отстает от других своих собратьев. И, в целом, также пока ожидается, что тенденция текущая, которая сейчас преобладает на рынке, она сохранится, поэтому эту неделю также ожидаем на позитивной ноте. А теперь, какие компании у нас отчитываются на этой неделе? И на что стоит обратить внимание? То есть, есть несколько таких, ну, крупных имен, которые будут отчитываться на этой неделе. Во-первых, это Palantir. Компания также есть у меня в портфеле, и за этим отчетом буду следить. Это молодая компания, не так давно она вышла на IPO, но, тем не менее, то есть, рынок тоже следит за тем, как эта компания будет отчитываться. Также отчитываются Alibaba, Disney, Airbnb, Coinbase, DoorDash. То есть, многие из этих компаний как раз стали торговаться на бирже не так давно. Ну и плюс из того, что также у меня есть в портфеле, это Alibaba, также жду того, как эти данные будут опубликованы. К тому же, я в этом месяце докупил в свой портфель еще этих акций. Теперь, что у нас по макроэкономическим данным? Ну, понедельник довольно-таки спокойно пройдет. Во вторник будет опубликовано число открытой вакансий на рынке труда. Здесь ожидается небольшое снижение. Предыдущий показатель был 7,3 миллиона. Предыдущее значение прогноза ожидается 7,2. Ну, опять же, в свете публикации данных по рынку труда, который мы видели в пятницу, non-farm payrolls, то есть, это вполне закономерно в данном случае. В среду выйдут данные по Великобритании, будет выходить ВВП. В четверг мы увидим также выступление председателя банка Англии. И пятница завершится розничными продажами по США. То есть, в целом, неделя довольно-таки спокойно на текущий момент. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках и на ключевых инструментах. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара. Евро-доллар уже реализовал тот сценарий, о котором мы говорили на прошлой неделе. Рост от области 1,20 до примерно 1,21 на 50 он реализовался. Но, к сожалению, до моего отложенного ордера цена не дошла, поэтому это движение было без меня. В любом случае, сейчас я входить не буду. Следующая коррекция, которая здесь произойдет, то есть, опять же, в область уже 1,20-30, например, 1,20-40, то я для себя буду рассматривать, как возможно, для входа на продолжение как раз данного тренда. А по британской валюте. Здесь, во-первых, мы увидим сегодня уже перехай тех уровней, которые мы видели последние два месяца, то есть, выше отметки 1,3980. Сейчас торгуется британская валюта, что, опять же, говорит о возобновлении восходящего тренда в данном случае. Но, опять же, заходить сейчас довольно-таки рискованно, если говорить о торговле по тренду. Опять же, ждать коррекции. Коррекция, например, в область 1,39. Вот оттуда уже перезаходить как раз на продолжение роста. Пара американский доллар, канадский доллар. Новый минимум был зафиксирован. Опять же, весь май идет пока негативно для американского доллара. Сейчас торгуемся уже по уровню 1,21. В любом случае, делать попытки еще раз заходить контртрендов здесь пока я не буду. Коррекция, если коррекция будет в области 1,23, 1,2350, то также буду рассматривать для себя как возможность зашарстить уже непосредственно на рамках данного тренда. По доллар-иене. Доллар-иена у нас скорректировался все начало мая. То есть, здесь также мы видели снижение американского доллара. Сегодня американский доллар подрастает. Но, опять же, мы здесь находимся в середине вот того боковика довольно-таки широкого. 107,50 нижняя граница, 110,70 верхняя граница. То есть, диапазон порядка 300 пунктов. И сейчас находимся примерно в середине данного канала. В целом, да, мы видим тренд у нас нисходящий. Но было бы неплохо увидеть как раз движение снова в область 107,50, 108. И вот оттуда уже перезайти как раз на продолжение роста. То есть, ну вот в этом боковике сыграть как раз от нижней границы. Пока здесь, ну я думаю, что на этой неделе сделок по данному инструменту я для себя рассматривать не буду. Австралиец делает перехай как раз прошлого месяца. Тоже мы видели это в пятницу. В целом, пока подтверждается сохранение восходящей формации, восходящего тренда. Тем более, что мы не смогли закрепиться ниже минимума, который мы видели в январе этого года. Да, в области 75,90. Ну и, собственно, тренд опять продолжится здесь восходящий. Но, опять же, мы видим это на фоне снижения американского доллара. Поэтому здесь те коррекции, которые будут формироваться, то есть коррекция уже в область 77,10 или чуть ниже, она может стать интересной как раз для присоединения по этому тренду, который сейчас вновь начинает возобновляться после вот того боковика, который был. Конечно, если уйдем опять же на 75,40, то оттуда будет тоже интересно перезайти. Ну и новозеландец тоже картина похожа. Фактически здесь мы видим вот то движение, которое было ниже отметки 70,90. То есть вот первая попытка начала нисходящего тренда, она, можно сказать, не состоялась. Уже мы сейчас торгуемся по локальным максимум за последние три месяца. И в этом случае тренд вновь восходящий начинает набирать обороты. Поэтому здесь те коррекции, которые будут возникать, то есть коррекция в область 71,60 или 71 ровно, то я для себя их тоже рассмотрю как возможность уже перезайти. То есть работать сейчас контртрендово уже не имеет смысла, потому что тренд возобновляется именно восходящий. Сейчас мы торгуемся по сопротивлению. То есть фактически этого уровня мы были в декабре прошлого года, в январе. И вблизи этого уровня, конечно, коррекцию здесь мы можем видеть. Но вот эту коррекцию я буду рассматривать для себя как возможность перезайти на продолжение как раз тренда. Золото продолжает укрепляться. Опять же, реализовался тот сценарий, о котором мы говорили еще в конце прошлого месяца. От области поддержки в 1760 мы доросли до отметки 1833. То есть здесь торгуемся сейчас. Перезаходить в рост сейчас, опять же, мы находимся по локальным максимумам. Поэтому здесь мы ждем коррекции. К примеру, коррекцию в область 1775 или 1800. Вот оттуда уже можно пробовать еще раз. Ну, по крайней мере, я для себя буду пробовать перезаходить уже на продолжение роста. Индекс DAX. Быстро откупили то падение, которое было как раз на прошлой неделе. Немного не доросли пока до локальных максимумов. В целом мы видим, что коррекцию откупили. И тренд снова возобновляется восходящий. Но, опять же, мы по локальным максимумам ждем коррекции. Если есть желание перезайти как раз по этому тренду, то это стоит делать только после коррекции. S&P также в пятницу обновил локальный максимум, как и Dow Jones. Сейчас торгуемся по 4232. Собственно, как мы и говорили в начале, позитив для фондового рынка остается на фоне того, что время низких ставок и стимулирующих мер, оно, вероятно, будет продолжаться, пока рынок труда полностью не восстановится. Опять же, коррекции, которые будут, здесь также будут для себя рассматривать, как возможность перезайти уже непосредственно в покупке. Нефть марки Brent здесь тоже продолжает движение восходящее, которое мы видели в прошлом месяце. В этом месяце оно сохраняется, но мы все ближе и ближе к области сопротивления на уровне 71 доллара за баррель нефти марки Brent. И вблизи этих уровней, конечно, может сформироваться как раз еще одно сопротивление. Поэтому здесь нужно быть аккуратным и чем ближе мы к этому уровню подходим, тем менее интересны покупки. То есть, если покупки были открыты месяц назад, то их пока имеет смысл продолжать держать, пока у нас нет разворота как раз данного восходящего движения, которое мы видели в последний месяц. Но, с одной стороны, в принципе, здесь есть уже, я думаю, если бы я держал позицию, то здесь я бы их уже начал фиксировать, потому что вблизи данного уровня вероятность коррекции становится выше. Ну и Dow Jones, Dow Jones обновил локальный максимум и фактически пока тот инструмент, который отстает, это индекс Nasdaq. Здесь мы такого движения не увидели, как было по S&P 500 и Dow Jones. До локальных максимумов здесь остается еще 3%, но в целом мы видим то, что сектор как раз высокотехнологичный, сейчас ведет себя хуже, чем сектор реальный, то есть хуже, чем Wall Street. Поэтому здесь потенциал еще остается, еще, конечно, мы можем скорректироваться, можем увидеть коррекцию по как раз технологичным компаниям, но в любом случае тренд восходящий сохраняется, но сейчас в лидиях роста как раз остаются компании из реального сектора. Неделя довольно-таки спокойная, посмотрим, как будут отчитываться компании, которые еще остались в текущем сезоне отчетов. Будем разбирать, что происходит на рынке, увидимся с вами в среду. Ну а на сегодня это все, всем желаю хорошей торговой недели, не забудьте поставить лайк видео, если оно вам понравилось, вопросы оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, спасибо за внимание и до свидания.